Продолжение следует... В Вологодской области как ситуация складывается? В Вологодской области так же, как и по всей России, потому что те меры, которые принимаются по профилактике социального сиротства, поддержке семьи, они, безусловно, дают свои результаты. Если еще в 2013 году у нас было более 5000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то уже в прошлом году по статистике 4500. Поэтому действительно количество снижается где-то на 200 детей ежегодно и в нашей Вологодской области. То есть все-таки это родители стали ответственнее или приемных семей становится больше? Нет, приемных семей как раз и зависит от количества детей-сирот. Но то, что сегодня выстроена система социальной защиты, поддержки семей биологических, когда у них начинаются проблемы, ведь вы знаете, что несколько проектов работает по раннему вмешательству, да, оказание ранней помощи семьям, когда только начинаются проблемы. И это действительно дает свои результаты, потому что не всегда семья может самостоятельно справиться с проблемами, а при поддержке социальных служб, естественно, что она решает проблемы и удается сохранить семью и сохранить детям родителей. А правда, что большинство детей-сирот, это сироты при живых родителях? Ну, действительно, основное количество это именно дети, оставшиеся без попечения родителей вследствие вот именно лишения родительских прав. Ну, тема нашего сегодняшнего разговора, это все-таки защита правды. Вот какие льготы, права, гарантии, да, существуют у наших детей, которые воспитываются в учреждении? Безусловно, дети-сироты это дети, которые пользуются особыми правами, и государство создаёт необходимые условия для того, чтобы обеспечивать защиту этой категории детей. Потому что, действительно, дети уже, скажем так, столкнулись в своей жизни с такой психотравмирующей ситуацией, когда либо они потеряли родителей, либо родители лишены родительских прав, либо ограничены по состоянию здоровья. Естественно, что для ребёнка, оказавшись в такой ситуации, это большой кризис, зачастую беда, и поэтому они нуждаются в особой защите и поддержке. Но, с одной стороны, безусловно, все усилия направлены на то, чтобы этот ребёнок был устроен на семейные формы воспитания. И для этого создаются формы, как опека, попечительство, усыновление, приёмная семья и разные меры поддержки в разных вот таких формах устройства. При усыновлении, безусловно, ребёнок становится родным. Но, опять же, если он передаётся на усыновление, то в случае, если родители усыновляют ребёнка инвалида, либо нескольких детей, то выплачивается единовременная такая выплата, как 100 тысяч рублей, ну плюс районный коэффициент. Ну, а вообще при усыновлении 8 тысяч единовременной выплаты. То, что касается детей, которые берут под опеку, то здесь выплачиваются средства только на содержание самого ребёнка. А в приёмной семье ещё приёмные родители получают вознаграждение. Безусловно, есть меры поддержки по детям, которые обучаются в учреждениях профессионального образования. То есть они находятся там на полном государственном обеспечении, получают стипендию в повышенном размере, средства на транспорт, одежду, обувь, мягкий инвентарь. Меры социальной поддержки касаются и защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому действительно существует целый комплекс вот таких мер по поддержке детей-сирот. Ты знаешь, что жилищный вопрос очень остро стоит во всех, наверное, регионах нашей страны. Ну, не во всех, конечно, так остро стоит в некоторых регионах, гораздо ситуация лучше, чем у нас. Но у нас действительно ситуация непростая, потому что на начало вот 2018 года у нас почти 4000 было в очереди, у 2000 детей. Ну, это уже не дети, конечно, это лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти около 2000 наступило право получения. Но нужно сказать, что последние годы действительно делается много для того, чтобы очередь всё-таки двигалась. И ежегодно суммы, которые выделяются на обеспечение лиц из числа детей-сирот жильём, увеличиваются ежегодно. И в этой ситуации подвижка есть. И вот даже изменяется и законодательство в этом плане. Сейчас департамент строительства взял на себя и ведение очереди, и контроль. Я вот вхожу в комиссию по распределению этих жилых помещений. И вот сейчас будет прямая линия, как раз горячая линия по вопросам, чтобы то, что возникает, какие ситуации, какие вопросы у этих категорий граждан, они разрешались. Безусловно, мы поддерживаем постоянную связь со службой судебных приставов. И дети-сироты взяты на особый контроль службы судебных приставов. Поэтому здесь тоже отрабатываются все ситуации для того, чтобы как можно быстрее дети получили жильё. А часто к вам лично обращаются за помощью по таким вопросам острым? Безусловно, тут разная категория обращений, то, что касается детей-сирот. Можно начать сначала, с установления самой либо опеки, либо приёмной семьи. Я думаю, что будет интересно и тем, кто слушает сегодня нашу передачу. Потому что, как правило, бывает семья, когда мамы с папой не зарегистрировали почему-то брак. Либо сожитель мамы, воспитывая детей, не усыновил их, не удочерил. Брак с мамой не зарегистрировал, но любит детей. Дети бывают, что называют его уже папой. Но мужчина не хочет, видимо, связывать себя усами. И возникает ситуация, когда мама, например, умирает. И папа хочет взять их детей, но у нас сегодня преимущественно право – это у родственников. Безусловно, это бабушки, дедушки, это сёстры умершей мамы. И вот возникают такие спорные вопросы. С кем должны быть дети? С одной стороны, как я уже говорю, преимущественно право – он же чужой человек. То есть, несмотря на то, что он сжил с этими детьми. И действительно, ему обидно, ему хочется воспитывать этих детей. Но, к сожалению, родственники прямые имеют больше прав в этой ситуации. Поэтому всё-таки, если вы видите, что ваш сожитель или ещё что-то в ситуации болезни, в какой-то ещё тяжёлой ситуации, всё-таки подумайте о детях. И, в принципе, сегодня родитель может оставить заявление о том, кого назначить его детям – опекуном. Вот если бы эти родители приняли такие бы меры заранее, потому что знали, что мама болеет, я думаю, что вот такой ситуации не случилось бы. Бывают ситуации, когда спорят та или другая бабушка со стороны мамы, со стороны папы в отношении ребёнка. Тоже ситуация спорная. И здесь уже органы опеки, исходя из представленных документов, исходя из тех условий, в которые проживают бабушки и дедушки, принимают решение, кому может быть передан ребёнок на воспитание. Поэтому вот таких вот вопросов, их тоже возникает немало. И здесь тоже действительно нужно быть готовым к тому, что не всегда в чью-то пользу может быть решён спор. Но это не умаляет другой стороны также заботиться о ребёнке, воспитывать, брать в гости на каникулы и так далее. Потому что вы сами знаете, что у ребёнка, как правило, всегда бабушки и дедушки стоят с другой стороны, и они его любят, этого ребёнка. То, что касается вопросов мер социальной поддержки, самое большое количество обращений бывает в отношении как раз образования. Потому что что положено ребёнку? Имеет ли он право внеочередного поступления вне конкурсного в учреждение профессионального образования? Действительно, не так ещё давно были льготы у детей-сирот, одна вне конкурсное зачисление в учреждение профессионального образования. Сейчас таких льгот нет. И эти дети, в общем-то, поступают на обычных условиях по результатам единого государственного экзамена. С одной стороны, я тоже к этому отношусь неоднозначно, потому что, конечно, эти дети нуждаются в поддержке, но, с другой стороны, зачастую они злоупотребляли этим правом и переставали учиться, переставали ходить на занятия. А вот то, что они добились своим трудом, это ведь всегда подстёгивает. И поэтому, то, что касается поступления, то да, на общих условиях. Но обучение, конечно, здесь меры социальной поддержки. И здесь зачастую бывают нарушения. И мы действительно реагируем на это, и пишем письма, и в прокуратуру, и обращаемся в департамент образования. Потому что иногда ребёнок, например, поступивший в учебное заведение, особенно из центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, ставится на полное государственное обеспечение, например, 5 сентября. И это значит, что он с 5 сентября только начинает получать все меры поддержки. А, извините, ребёнок до 5 сентября должен на что-то жить, должен питаться, должен что-то приобрести. Поэтому вот мы готовили письмо о том, чтобы действительно зачисление и постановка на полное государственное обеспечение таких детей происходило либо в конце августа, либо вот на 1 сентября, чтобы уж с 1 сентября дети приступали, действительно были накормлены в профессиональном образовательной организации. Кроме этого, они имеют право на повышенную стипендию, на получение средств на констовары. Здесь тоже были проблемы с своевременной выплатой, и мы тоже предъявляли претензии к администрации учреждений о недопустимости нарушения тех сроков, которые установлены законом. Конечно, есть вопросы по защите жилищных прав, то есть это и когда вопросы касаются не только предоставления жилых помещений, но и вопросы ремонта жилых помещений, потому что такая мера социальной поддержки тоже есть. Например, если у ребёнка есть жильё, но оно, скажем так, в разрушенном состоянии, потому что, может быть, родители в алкогольной зависимости не следили за своим жилым помещением, и вследствие этого оно пришло в запустение. Поэтому такие меры поддержки есть, и они, конечно, тоже реализуются достаточно сложно, потому что в муниципальных районах это всё осуществляется в результате контракта на ремонт этого помещения не всегда могут найти строительную организацию, которая бы отремонтировала, поэтому здесь тоже бывают жалобы, приходится включаться для того, чтобы ускорить процессы ремонта. А вот такие вопросы поступают в основном в районах, в общественные приёмные ваши? Ну, действительно, для того, чтобы оперативно решать, консультировать граждан, у нас созданы в рамках проекта «Защита» в 15 муниципальных районах такие общественные приёмные по защите прав ребёнка. Данный проект у нас финансируется фондом «Дорога к дому» при поддержке ООО «Северсталь» и Негосударственным пенсионным фондом «Будущее». И такие вопросы тоже поступают специалистам общественных приёмных, и они уже консультируют опекунов, попечителей, приёмных родителей, либо уже лица с числа детей-сирот о том, как необходимо защитить свои права. И такие обращения действительно тоже есть и в адрес специалистов общественных приёмных. Много обращений поступают в общественные приёмные, как показала практика. Они востребованы? Сами общественные приёмные, безусловно, потому что по итогам года прошлого около пяти тысяч обращений поступают именно к специалистам этих общественных приёмных, и они дают консультации, разъясняют. Если ситуация требует моего вмешательства, то направляют уже непосредственно обращение в мой адрес, и уже решаем совместно эти проблемы. То есть для наших телезрителей, которые смотрят эту программу, куда им обращаться, если какой-то вопрос возник? Живёт человек, например, в Кадуйском районе, куда ему идти? За помощью или в Югчинском? В Кадуйском районе у нас нет общественной приёмной. Рядом у нас Череповец, в принципе, если это Кадуйский район, то, соответственно, там уже непосредственно работает общественная приёма. В Череповце веду и я приёмы раз в месяц по последний четверг месяца. То, соответственно, можно обратиться в общественную приёмную. А можно непосредственно к уполномоченному по правам ребёнка с вопросом либо по адресу электронной почты, либо по обычной почте, либо по телефону. И мы постараемся помочь в решении проблемы. Про приемные семьи заговорили? Много ли у нас в Вологодской области приемных семей? Нужно сказать, что у нас почти 2200 приемных семей, почти 3800 детей в этих семьях. И действительно вопросы тоже возникают и у приемных родителей, потому что они тоже не всегда становятся профессионалами, особенно на первом этапе много вопросов возникает, почему так нужно, как выбрать образовательный маршрут ребенку, что делать, если он как-то, имеет ли он право встречаться с родственниками, например, с родителями, лишенными, ограниченными в родительских правах, потому что тоже возникает много вопросов у приемных родителей, как быть, разрешить этот вопрос или нет. Зачастую бывает ситуация, несмотря на то, что мы приемных родителей предупреждаем о том, что если родители ограничены в родительских правах или лишены, они имеют право восстановиться, они уже привыкли к этому ребенку, если они взяли маленького ребенка, ребенок уже начинает иногда называть мамой и папой приемных родителей. Как быть? Как отдать? Надо ли встречаться, разрешать такие встречи? Поэтому здесь тоже вот такой вопрос и сложный, они беспокоят родителей, и они бывают, что и обращаются и к нам, но для них, в общем-то, созданы службы сопровождения, поэтому, как правило, мы тоже рекомендуем, если вот такой вопрос именно эмоциональной поддержки, как быть в той или иной ситуации, то мы рекомендуем обратиться в службу сопровождения приемных родителей, где уже психологи помогут разобраться в сложившейся ситуации, как правильно поступить, чтобы ребенок не получил травму и чтобы им тоже наиболее безболезненно организовать эти встречи. А мнение ребенка учитывается? Не хочет прием общаться? Ну, естественно, что, конечно, безусловно, по закону у нас 10 лет учет мнение ребенка, но если маленький ребенок кричит и не хочет, и боится, и не знает, вот сейчас была ситуация, когда ребенок был в доме ребенка, пока отец находился в местах лишения свободы, из дома ребенка его забрали в приемную семью, естественно, что он боится чужого, фактически, человека, и поэтому для того, чтобы, если папа все-таки хочет восстановиться, работает, ведет уже нормальный образ жизни, естественно, что нужно постепенно, не сразу пугать ребенка, а, в общем-то, с учетом мнения психологов, состояния ребенка, особенности эмоционального развития ребенка, такие встречи выстроить, чтобы действительно ребенку не навредить. Ольга Александровна, спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я думаю, что у телезрителей много вопросов еще возникнет, и они смогут в наших социальных сетях их задать для вас. До новых встреч! Всего доброго!